Возле дома 96А на улице Косарева внимание прохожих привлекает вышка. Нет, здесь не случилось авария, наоборот, здесь творится нечто масштабное. Наверху автор эскиза мурала с портретом Николая Кручинкина Екатерина Романова. Аккуратно покрывает краской фасад, заполняет фон будущей картины с изображением основателя поискового движения Мордовии. Сама я была в поиске и, как и многие сотни ребят, прошла эту школу, школу жизни, как он нас учил жить. В первую очередь не только восстанавливать историю, но и, как говорится, жизни он очень многих научил. Сотни ребят вместе с Николаем Кручинкиным побывали в экспедициях. На раскопках поднимали бойцов, устанавливали личности погибших, передавали данные и найденные вещи родственникам. Мудрый взгляд и теплая серьезность всегда были присущи Николаю Андреевичу, говорит Екатерина. Это и постаралась вложить в эскиз. А вот место для мурала пришлось поискать. Рисовать его должны были начать еще на прошлой неделе на другом фасаде. Но жители того дома отказались, а на Косарево 96А согласились. Огромное спасибо жильцам, в первую очередь домком, потому что она достаточно оперативна. Потому что на той неделе, это было в четверг, когда все отменилось. И мы буквально за два дня все это подписали, все согласовались с жителями. Поэтому вот приступили сегодня к работам. Приступили к работе на самом деле еще прошлой ночью. Чтобы перенести эскиз на фасад, нужен проектор. Тонкие очертания, пока едва заметные, сложились в подобии раскраски по номерам. Сначала заполнят фон, потом приступят к самому портрету. Сейчас мы купили порядка 30 литров. Но опять же, это плюс-минус, оно может чуть больше уйти. Потому что вот на данный момент я вижу, что там, где белым, я делаю фон. Он, скажем так, пляшит цвет. И придется и даже, возможно, в три слоя красить. Соответственно, пока что мы рассчитывали на два слоя по краску, как и стандартную акриловую фасадную краску. Ну, видно будет, может быть и третий, а где третий, там может быть и четвертый пригодится. Погода благоволит. Фасад легкий в работе. Поверхность достаточно гладкая и позволяет работать валиком, не вбивая краску, как того требуют пористые или рельефные стены. Трудиться над муралом Екатерина будет в графике горсвета. Именно это муниципальное предприятие предоставляет вышку. И если не случится непредвиденных ситуаций или погодных катаклизмов, то уже к пятнице планирует закончить. Тогда-то жители Саранска и увидят портрет Николая Кручинкина на фасаде. Светлана Лашина, Андрей Просвиркин. Наши новости.